Охотник-сказочник. Два охотника отправились на охоту. К вечеру они вернулись на свою стоянку и стали варить чай. Один из них был человеком, знающим много сказок, а второй был человеком, который мог видеть разных духов. Вот этот и говорит сказочнику, мы с тобой вместе в пути на охоте. Нам будет сопутствовать удача, если ты будешь рассказывать сказки. Сказочник сел, подвернув под себя ноги и начал рассказывать сказки. Стали собираться любители послушать сказки. Со всех сторон пришли духи, хозяева разных мест. Так много собралось их любителей послушать сказки. Налетели, словно комары и мошки. Собравшиеся, уселись сказочнику на руки, ноги, лицо и щеки. Сплошь его облепили, словно мошкара. Тот, который видит духов, все примечает. А сказочник все рассказывает и рассказывает сказки. Позже всех пришла кривая старуха. Места уже не было. И она усела прямо на кончик носа сказочника. А когда сказочник посмотрел вниз, та кривая старуха слетела с кончика его носа прямо на тех, кто сидел на коленях сказочника. Увидел это охотник, который мог разглядывать духов. Стал громко хохотать и долго не мог остановиться. Сказочник, рассказывавший сказки, сильно рассердился на него. Ты просил меня рассказывать сказки, а сам хохочешь, насмехаешься надо мной. Рассердился сказочник и перестал рассказывать. Собравшиеся, долго ждали, когда сказочник продолжит сказку. И не дождавшись, они стали советоваться. Так кого же из них накажем? Того, кто недорассказал сказку? Или того, кто прервал рассказ? Нет, охотник не расхохотался бы, если бы не кривая старуха села на нос сказочнику. И когда тот посмотрел вниз, свалилась прямо на собравшихся и рассмешила всех. Вот ей следует наказать, говорят они. А охотник, который мог видеть разных духов, еще и понимал их язык. Услышал он их разговор и испугался. Так поговорили между собой эти духи, которые напоминали слетевшихся комаров и мошек. И разошлись. На другой день охотник, который расхохотался во время сказывания сказок, убил кулана. Хозяйкой того кулана была кривая старуха.